В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в первые выходные июля уже второй год подряд собираются только котики. В северной столице России проходит забег петербургских любителей котов. Главное условие – обожать четвероногих и выглядеть, как они. Самое главное, ребят, это быть в кошачьем костюме и с аквагримом кота. Сегодня кошки заполонят Дворцовую площадь. Люди приходят со своими кошками. Трасса для забега тематическая. Она имеет форму мордочки кота и идет по Дворцовой площади. В этом году участники бежали две дистанции. Маршрут на 1250 метров для тех, кто хочет танцевать и гулять с близкими. Профессионалы бега соревновались за призы на маршруте 5000 метров. Очень обожаем котиков. Очень любим котиков. Это все супер, все нравится. Много котиков. Очень круто. У меня кошке 12 лет, она не готова бегать. А у меня в Краснодаре. Я очень люблю всякие костюмированные забеги. Я люблю наряжаться, потому что я работаю с детьми. И это мне прямо в силу профессии. Это меня заряжает очень. Для меня это тренировочная дистанция. Я больше люблю полумарафон и готовлюсь к марафону. Кота-забег для меня первый. И вообще интересно, как это все пройдет. Перед забегом атлеты и их питомцы соревновались в конкурсе лучших костюмов и зажигательном флешмобе. Анна и ее кот Маркиз готовы были бороться с конкурентами зубами и когтями. Но этого не потребовалось. Сегодня выиграли в конкурсе котят и Маркиз каждый год в костюме, в эффектном. Это его праздник. Он петербургская порода, невская, маскарадная. Хорошо, потому что это терпеливая кошечка. Рядом с семьей он себя хорошо чувствует всегда. Для получения награды победителям также пришлось предъявлять кошачьи уши и усы, которые были вместо документов. В этом году на профессиональную дистанцию вышли более 500 участников, а всего в котозабеге приняли участие более тысячи человек. И это не считая самих четвероногих пушистиков. Наталья Тюрина, НашНовости.